Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают То есть мы были интегрированы К животным Ты сейчас как Панин говоришь Летом Ольга стала членом жюри Белорусского «Х-фактора» Вау Кто победил там, расскажи Я победил, кто там победил Я 8-6 процентов, я пою лучше Я пою лучше всех Лучше Кто там еще в Беларуси победил Я стала наставницей, да, шоу X-Factor И как раз вот-вот начнутся прямые эфиры И вы сможете поболеть за мою команду То есть ты снялась в Беларуси И вот-вот начнутся прямые эфиры Там сложно с интернетом, Паш Пока до нас дойдет волна Все сложно Прямые эфиры будут в Минске Я буду летать на эти прямые эфиры А съемка какая прошла? Мы отобрали себе команды Вы не смотрели? Мы отобрали их у кого? Дай мне команду, это моя команда Это моя! Не отбирай Рассказываю всем, кто не смотрел На самом деле я вас прекрасно понимаю Не расстраивайтесь, что вы не знаете Просто... Не, конечно Ты же видишь, мы все в слезах Я в горе вообще Мы сняли кастинг У меня один очень юный исполнитель Но безумно талантливый Сколько лет безумно юному исполнителю? Это взрослый человек? У него академический вокал Потрясающе просто Что такое академический вокал? Мы не понимаем Просвети нас Ну, как учили Ну... Как учили академики Его учили академики Правильно Правильно Не как вот сейчас модно петь А как сейчас модно петь? Ну... У тебя штекер в мафоне надо починить Там, что-то заедает Дверь не открывается Не выговаривая академически Это вот Правильно Правильно Красивый вокал И очень хороший Шлак-шклюк-шлак Шлак-шлак-шлак И очень большой диапазон А ты не диапазон показала Ну вообще Диапазон Вокальный Вокальный Очень приятный Воздухе прям нарисовал Очень большой диапазон Приятный, очень верха Невероятный диапазон 16 лет Какой невероятный Огромный Гигантский диапазон Как у академика И вот эти шлак-шлак-шлак А то прям шлак-шлак Да-да-да И очень такие плотные низа И качественные верха Ты низа проверила у них? Плотные низа На кастингах я все проверила Ребята очень крутые Я действительно всем советую в России Смотреть наш белорусский X-Factor Который будет показываться в Беларуси Весной 21-го года Стала одной из ключевых героин Спектаклем «Хат» имени Горького Про Иосифа Сталина Чудесный грузин Исполнила роль Беллы Шанталь Беллы Шанталь Белла Шанталь Наверх, не вниз, а наверх Белла Шанталь Что за фигня началась? Мы репетируем Шанталь Слово зачем-то Кстати, Гарик, ты не только похудел Но и стал хорошо шутить Да серьезно? До этого была жирная скучняшка Оказывается Просто выходил, плакали все Нос воротили Фу, опять он что-то несет А сейчас уже интеллектуально Шанталь Смотри, как смешно Все Давай так Давай Кто такая Белла Шанталь? Ну-ка Давай пропустим вопрос Сограла спектакль Ух ты Что ты ее валишь такими вопросами тяжелыми Кто такая Белла Шанталь? Давай попроще Давай Оль, как расшифровывается МХАТ? Так, посмотри, у нас еще интересное тут. Стоится релиз нового альбома «Вот она я». В Крокус Сити Холл Оля представит новое концертное шоу «Вот она я». Да, у меня впервые, кстати, юбилей. Юбилей моей сольной карьеры. Да ладно. Пять лет, как я пою для вас. Оля, мы тебе напомним, юбилей — это десять лет. Ну что, мне теперь концерт отменять? Желательно, да. Нет, нет, нет. Мы подождем пять лет, не вопрос вообще. Нет, 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 нет. Нет, это для меня, для меня это музыкальное событие, очень важное. Только для тебя это музыкальное событие, для всех просто событие. У меня был просто очень, очень популярный сингл в девятнадцатом году, вот она я называлась. А он уже был? Сегодня уличу курю, айкос из твоих чувств, твой номер. Что, блин? Что? Все, все хорошо? Ты не знаешь? Мне показалось, что у меня инсульт сейчас. Ребят, что сидим? Олег стики попросил, передайте, пожалуйста. Вообще, где были все это время? Ты искал идеальную «Вот она я». Твоя роковая ошибка. Ты не знаешь эту песню? Я? Ладно, давайте приступим к новому материалу. Новый мой сингл. Уже, наверное, вы выучили припев. Соглашайся, она скоро уйдет. Я просто киваю головой. Я все знаю. Называется «Бездел». Бездел? Да. Вот скажи мне, Гарик. Ты говорил, что любишь, но ты б***ь дел. Вот это? Когда в последний раз ты б***ь дел? Когда я в последний раз б***ь дел? Да я сейчас это делаю. Прям вот сейчас. Нет-нет-нет, подожди. Вот я, например, я не без дела. Так. У меня всегда есть дела. А ты без дел? Я без дел. Он прям вот когда в самом начале говорил у нас в гостях талантливый Ольга Будова, без дел. Слова песни очень простые. Давай. Так. Давай, чё, у тебя на лбу должна была бегущая строка пойти. Это как так вообще? Ну правда, но вы же слышали? Типа, мы же пишем на... Слова закончились. Нет-нет, всё. Давай. Как там было? Так. Пока ты без дел, я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала... Это не гумористическая песня. Это очень серьезная драматургия. Нет, это серьезная. Эту песню пела Белла Шантайн. Давайте с хором, я к вам выйду. Давайте, давайте, давайте. Сейчас выучим этот шедевр. Ребята, так это же веселая вдова. Вообще... Итак, поехали. На бездел делаем вот так. Как? Вот так, да? Бездел. Да. Кобра съедает мышь. Бездел. Бездел. Раз, два, три. Расслабьтесь. Ну расслабьтесь, расслабьтесь. Что так... В смысле расслабьтесь? Что делать? Поехали. Давай. Вообще вот так прям? А что, расслабьтесь. Жизнь одна, кайфуйте. 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 Ребята. Что вы напряжены-то так? Я расслабился максимально. Первые ряды, прошу прощения. А, ну мне, наверное, так не очень, да? А мне как расслабиться. Давайте. Так нормально? Конечно. Так отлично. Это прекрасный диапазон. Давай, давай. Как на ТНТ устраивалась, так и вставай. Поехали. Я сама. Правильно. Нормально такой ракурс? Нормально. Очень красивый ракурс. Раз. Рукой. Смож? Вот она, вот она. Рабочая. Пока ты без дел. Все будет, давай. Давайте. Раз. Два. Три. Пока ты без дел. Я удаляю обещания. Это всего лишь слова. Пока ты без дел. Я так устала, что тропа я снова снова снова. Гарик, ну ты можешь спеть? Я не умею петь. Ну я тоже, ничего страшного, мне что-то не мешает. Когда это была проблемой, Гарик? Я хочу, чтобы мы сделали втроем это. Давай, сделаем втроем. Давай. Тройничок, чтобы ты заплакала. Давайте. А музыка будет в этой песне? А, там еще музыка есть, кстати. Поставь. Поставь, ты что? Давай поставь, быстро. Оля, скажи. Поставьте. А можете включить, чтобы все послушали? У нас твоя фонограмма всегда на готове. Так, давайте, я буду ставить музыку. Давай. Я буду ставить музыку. Дамы и господа, для вас на сцене Кремлевского дворца... Я в Крокусе шоу. ...Кремлевского Крокуса выступает невероятная пара. Гарик, Бульдог, Харлавов и неизвестная женщина. Без дел. Я наскоку быстрее останавливаю коня. И войду в дом, объят пламенем огня. Твоим бла-бла перестала доверять. Что с тобой, что без тебя все одинаково. Но не все, как мы. Ты не падалей, так и не лей воды. Не страдаю, знай, а ты так хотел. Но мой мир... А я сзади, подтанцовка. Пока ты без дел. Я не зная, обещая. Это всего лишь слова. Что ты перепутали без дел? Я никогда знал, что ты рвала. Я снова все могу сама. Пока ты без дел. Вырубайте, пожалуйста, я еще в рай собирался. Пожалуйста, все. Подождите, там второй куплет еще. Ой, хотите вам весь альбом там послушать? Ребят, да что... Вот берите телефон, передавайте друг другу. Слушайте весь альбом. Давайте, передавайте. Я жду вас в Крокусе. Гарик тоже там будет. Конечно, я уже там. Про меня ни слова, спасибо. Пашу пронесло просто. Нет, вы слиз... А, кстати, у тебя есть девушка? Да. Вот с девушкой приходите. Ладно. А ты с женой. Хорошо. Я с девушкой хотел, но с женой. Нет, нет, нет. С женой, женой, женой. На всякий случай моя жена девушка. Мне... Везет. Киркоров так же говорит. У тебя невероятная работоспособность. Тебе аплодисменты звучат за это. Спасибо большое. Ольга Бузова. Спасибо. 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 Фонтанище просто. Ох. Дамы и господа, Гарик Карланов, Павел Оля. Поехали. 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 На сцене «Камеди Клаб» Женя Синяков. АПЛОДИСМЕНТЫ Женек, давай. Все двои. Всем привет. Привет. Привет всем. Этим летом был коррупционный скандал, связанный со ставропольским ГИБДДшником. Вот. Нашли его очень дорогой дом. Вот как дом выглядел внутри, если кто-то не видел. Такой там потолок. Такая там лестница. Вот такая там спальня. Судя по тому, как все это дорого и богато выглядит, видимо, в Ставрополе очень часто превышают скорость. И вот что написали люди про все это в комментариях. Какая вычурность, какая бескусица. Боже, какая бескусица, это дом больного человека. Бескусица полная, цыганское разноцветие, денег хапнуло, а вкуса нет. То есть всех возмутило не то, что он украл деньги, а то, какой ублюдский дом он на них построил. Но для меня лично странно, почему всех это так удивило. Можно подумать, у нас только у одного ГИБДДшника вкуса нету. Просто бескусица, она же повсеместна. Она есть и у богатых, и не у богатых. Бескусица она везде. Например, на Циане нашлась обычная двухкомнатная квартира в панельном доме вот с таким ремонтом. То есть раньше у нас была царь-пушка, теперь есть еще и царь-двушка. Выглядит так, как будто Никита Михалков купил квартиру, чтобы сдавать, и сделал там ремонт на свой вкус. В Нижнем Новгороде продавали вот такую квартиру за 5 миллионов 300 тысяч. Вы посмотрите, Атлант, он же даже не держит потолок, он просто тупо держится за голову. Интересно, он охреневает от того, где он, или от того, что люди едят вот на этой гигантской мраморной гладильной доске. Я надеюсь, однажды этот Атлант расправит плечи и надает в таблет тому дизайнеру, который создал весь этот ужас. Вот вообще в Москве квартира за 216 миллионов рублей. Вы посмотрите, а? Выглядит так, как будто кто-то нехило так подколол в семью дальтоников. Единственное, мне кажется, что пол простоват, да? Простоват. Походу у строителей, которые делали ремонт, на уровне пола уже случился приступ эпилепсии, они не смогли продолжать его делать. В этой квартире была еще вот такая комната. Что это? Как будто трехлетнему ребенку дали миллиард. А вот про эту комнату было сказано, что это детская. То есть, как будто до этого были взрослые. Еще была такая комната, что это? Как будто это купе поезда Амстердам, Амстердам. А вот какой там санузел. Вот это что? Это разве унитаз? Это же самый настоящий саркофаг для говна. И ладно, да... Ладно, ремонты ужасные. Их хотя бы никто не видит. А какие порой безвкусные дома строят? Вот в обычной деревне в Подмосковье вот такой дом. Это что, когда председатель совхоза открытый гей? Это же даже не похоже на дом. Это скорее какая-то голова гигантского робота-попугая. Если бы у Телепузиков был свой храм, вот он так должен был бы выглядеть. Мне кажется, в этом доме гонят самогон, причем из ЛСД. А вот какой дом за 29 миллионов рублей. Я впервые вижу сайдинга на 29 миллионов. У меня диссонанс вызывает только то, что сверху нет надписи Леруа Мерлен. Дом выглядит так, как будто его уже пытались сжечь и попытаются еще раз. А вот этот дом-телескоп в Пирогово. Особенно мне понравилась вот эта фраза. Хозяин практически ни в чем не ограничивал архитектора Татана Кузимбаева. Да-да, ни в чем. Мне кажется, ни в алкоголе, ни в наркотиках. Ни в чем не ограничивал. Что это, а? Дом после ДТП, что ли? Или что? Может, его уронили в блендер, но успели достать, постирали, но забыли погладить? Ну, в принципе, чего удивляться, да, что у обычных людей нет вкуса, когда даже у деятелей искусства, на мой взгляд, у звезд шоу-бизнеса дома дорогие и безвкусные. Вот дом Маши Распутины. Вы посмотрите, сколько золота. Золото, конечно, не натуральное. Тут вообще на фотографии из натурального только мех. Вообще, есть же ощущение, что Маша Распутина в прошлой жизни была с Тавропольским ГИБДДшником. А вот дом Анастасии Волочковой за 3 миллиона долларов. Как мы видим на фотографии, Анастасия нам показывает, каким способом ей достался этот дом. Балетом. Вот фотографии еще из ее дома. Походу, она по дому перемещается шпагатами. Непонятно вообще, зачем ей такие высокие потолки. Да и интерьер такой, да, очень странный. Какая-то смесь цирка и церкви. Какая-то цирковь просто. А вот санузел у нее какой. Посмотрите, люди на стене даже пытаются поскорее свалить отсюда. А это что такое, а? Это что, какой-то древнерусский кулер на Мирамистине? А квартира Барри Алибасова, смотрите, Барри Алибасов, а рядом с ним торшер из его позвоночника. А вот какая у него спальня. Странно, да, что ультрафиолет включен, но нигде не видно белых пятен. Хотя, в принципе, Барри Алибасов человек пожилой, тогда все логично. У него даже санузел пожилого человека, чтобы ничего не забыл. Писать в желтое, какать в черное. Все очень логично. Но самая ужасная квартира у Леонтьева, вот она. Как мы понимаем, Леонтьев в каком году разбогател, в таком году и сделал ремонт. То есть в 1464-м. Я еще смотрю на эту фотографию и думаю, а что это за шляпа? А потом понимаю, это все шляпа. Единственное. Единственная квартира, которая может укусить тебя за задницу, впрочем, как и ее хозяин. А самое главное, он все комнаты такие попытался сделать. Везде у него леопарды, везде леопарды. В один момент, единственное, провафлил и повесил жирафа. И я вот смотрю на все это и не понимаю, неужели они не осознают, что они живут в каком-то ужасе, в каком-то царстве без вкустицы? Возможно, кто-то скажет, а у тебя-то у самого какой ремонт? Ты чего вот критикуешь-то их, а? Ребят, я критикую только потому, что имею право. Потому что у меня-то ремонт как раз-таки классный, лаконичный, без каких-то излишеств. Вот, например, какая у меня спальня. Ну, все очень гармонично. Вон, как светом дизайнер поиграл. Гобелен какой. А как, видите, изголовье с лампами как, да, сочетается. Леопард только наполовину кровати. Не как у Леонтьева, потому что меру нужно знать, меру. Ну, прелесть же, прелесть. А вот кухня у меня какая, да, недорогая, зато цвет какой, а, молодежный, яркий. Немножко безумия себе позволил. Ванная у меня вообще в стиле лофт и с окном. Да, окно декоративное, зато эмоции вся эта прелесть дарит самые настоящие. Ой, аж домой захотелось. Ладно, все, перестаю хвалить свою квартиру, а то еще не хватало, чтобы появилась статья, что Женя Синяков задержан за слишком уютное гнездышко. Если кому-то нужны контактики, могу дать того, кто мне все это убранство наделал, стиля раздал. Все, с вами был Женя Синяков. Всем спасибо. Пока, пока. На сцене Андрей Скороход, Зура Путуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Мало кто знает, но в России, кроме общеизвестных родов войск, воздушных, морских, сухопутных, есть самые многочисленные и самые активные войска, которые каждый день охраняют рубежи нашей страны. Это диванные войска, которые все знают. Которые знают, как выстраивать тактику в матче с Мальтой. Которые знают, что не так с внешней политикой. Которые знают, сколько будет стоить биткоин завтра. Итак, на сцене диванные войска. Всем тем, кто отслужил и отлежал в диванных войсках. Всем тем, кто прохавал чипсы до самого низа. Всем тем, кто знает, что такое потеря вай-фай сигнала посвящается. Сползает ночь на безмятежный город мой и не спеша идут гражданские домой и мне вдомёк, что к ним опасность так близка, незримый бой. Ведут диванные войска, я до шести. Обычный страховой агент, а по ночам вирусологии, эксперт, историк я. И политолог, и юрист, знаток крипты, по США вирусологии, а специалист, а эта ночь не предвещала ничего, строчил коммент. Под кулинарным видео рецепт хорош, но взять бы лучше крымский лук, я написал, и вдруг всё замерло вокруг и понеслось. Захлопни свой имперский рот, поешь говна. Вонючий ватный кремлебот, ты чё несёшь? Тупая ватная свинья, гори в аду. Пропагандистская чушня и понял, вдруг, что я в засаду угодил их целый взвод. Вооружённых матом сил и перед тем, как окунуться в разговор на Кардашьян, я передёрнул свой затвор, я принял бой. И чая отхлебнув, глоток снимаю я с предохранителя капслок я описал. Вклад Сталина в судьбу страны нырнув окоп. Сейчас зарвут запуганы, воюют так, что даже пропердел кровать и зацепил. Я вдруг коментами я ж мать, и тут уже серьёзный начался замес, пришёл десант из феминисток с Трафанес там были все. Царь-градовцы и пендосня стендаперы, скобеевцы леперосня ЛГБД. Блэкстар, ценители вина в конце пришла. Даже мама его жена пылает прозрач, дизлайкомёт строчит в ночи, а ну-ка спать. За стенкой матушка кричит, ты, мать, прости, но сын вернётся лишь к утру, он на войне. На сайте вкусно.ру балетчик, соло! И так всегда пока спокойно спит страна через вай-фай идёт диванная война, мы на посту. И что не ночь, то новый брак, то курс рубля, то кито и драк. Пусть по утрамут, уже не чувствуем мы рук, побежим враг. В руинах твиттер и фейсбук закроем коп и выпьем пачку кивка за ВДВ. За всероссийские диванные войска. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене Иван Половинки. На сцене Иван Половинки. Я думал, что придется долго выступать в Comedy Club, чтобы стать успешным, богатым, знаменитым. Нет, не придется. У меня и так все в жизни будет хорошо. Я буду и богатым, и успешным, и знаменитым. И мне для этого ничего не нужно делать. Потому что моя жена закончила курсы по визуализации. Да, наклеила карту желаний. Для тех, кто не знает, карта желаний — это когда ты врезаешь картинки, то, о чем мечтаешь. Домик на Бали, квартира в Москва-Сити, Бентли. И вешаешь на холодильник, купленный в кредит. Причем там такие желания у нее. Тачка, Бали, яхта. Меня пугает, что моя жена хочет жить как джиган. Там наклеить траву и телок, и все сойдется. Я говорю, слушай, даже если у тебя будет Бентли, этого недостаточно. Клей тогда все, что с ней будет связано. Как ты налоги за нее каждый год будешь ходить платить. Как по 10 тысяч за бензин будешь отдавать. А вообще сначала знаешь что? Права наклеить там на карте где-нибудь. Живых людей на обочине. А еще я, кстати, заметил, что на карте желаний моей жены нет меня. Я говорю, а почему? Она такая, ну знаешь, Ваня, у тебя должна быть своя карта желаний. Я говорю, так она у меня есть. На ней так и написано. Кредитка. Это, кстати, твоя карта желаний. Это единственная карта, которая работает у нас в доме. Я ей пытаюсь объяснить, что визуализация это хрень. Это не работает, девчонки. Вот смотрите, у меня дядя 20 лет работал на фуре. У него там столько постеров в кабине было. Если бы визуализация работала, он должен был п***нуть Саманту Фокс еще в 89-м году. Но что бы я ни говорил жене, у нее на все есть отмазка. Я говорю, вот смотри, твоя подруга 3 года визуализирует. Она как приезжала к нам домой на метро, так и приезжает. Она говорит, ты не понимаешь, Ваня, у нее не исполняются желания, потому что у нее поражены планеты. Я говорю, ты неправильно говоришь, не планеты, а полушария. У нее поражены полушария. Ну и опять же, опять же, если твоя карта желаний и визуализация работают, то почему у тебя муж, я? У тебя что, карта желаний выглядела вот так? Бентли, Бали, Половинкин? Ты извращенка? Ну, это же похоже на геологика, убери лишнее. Я уже и прикалывался. Жена такая, скинь мне денег. Я говорю, я тебе скинул. Она такая, не скинул. Я говорю, а ты представь. А еще я, кстати, заметил, что если девушки по какой-то теме съезжают, то это всегда фигня какая-то. Это нумерология, астрология, визуализация. Я ни от одного мужика не слышал, чтобы он говорил, блин, моя с ума сошла. Нашла инвесторов, открыла сеть магазинов, сейчас выходит на международный уровень. Еще и название такое у компании, такое интересное, такое Wildberries. А еще, девушки, вы зря клеите карту желаний на холодильник, чтобы мы тоже видели. Потому что у моей жены на карте желаний там есть Бали. И я и теперь принципиально не куплю путевку на Бали. Потому что она будет думать, что эта хрень работает. А работает вот эта хрень, понимаете? В принципе, я понимаю, почему девушки на это ведутся. Потому что красиво звучит, да? Визуализировать, а не смотреть на холодильник. Карта желаний, а не картинки на ватмане. Общение с космосом, а не у меня фляга засвистела. Но недавно ситуация стала усугубляться. К жене стали приходить подруги из ее секты по визуализации, чтобы посидеть в кругу женской силы. У нас на кухне за квадратным столом. Ну, я тоже хотел посмотреть. Жена такая, ты что, нельзя? Мужская энергия для этого не подходит. Я говорю, то есть, купи, Ваня, нам вина и сыра. Для этого мужская энергия подходит. А посидеть у себя на кухне нет? Хотя я понимаю, почему мужская энергия не подходит. Потому что мужская энергия, она же может заржать. А недавно, мне кажется, жена сделала последний шаг в неадекватность. Она стала слушать аффирмации. Я объясню, что такое аффирмации для тех, кто не знает. Ну, мало ли у вас есть работа. Аффирмации — это такие фразы самовнушения, которые нужно слушать каждый день. Ну, вот, например, такие. Согласитесь, на караоке похоже, да? В конце не хватает. Вы рехнулись на 100 баллов. Я, кстати, заметил, что эти все аффирмации, они для женщин. Ну, раз жена это слушает, я решил для нее тоже записать аффирмацию. Кстати, мужики, можете пользоваться моей, если ваша жена тоже с ума сошла. Я записал вот такую. Я разрешаю себе быть адекватной. Я адекватная жена. Мой муж приходит с работы, и я понимаю, что он уставший. И не хочет слушать всякую фигню про аффирмации, карты желаний и визуализацию. Я адекватная жена. Ко мне приходят подруги, чтобы посидеть в кругу женской силы. А я им не открываю, потому что я адекватная жена. А они неадекватные. А если я еще раз что-то скажу мужу про визуализацию, я разрешаю себе ударить себя по щеке. Потому что я адекватная жена. И вы знаете, сработало, сработало. Моя жена перестала визуализировать и заниматься всякой фигней. Сейчас она занимается позитивным мышлением. Поэтому у меня сегодня последнее выступление в комедиклаб. Потому что у меня и так все в жизни будет хорошо. Спасибо. Спасибо огромное всем, кто был в этом зале. Спасибо гигантское всем, кто нас смотрел. Это Камеди Класс. Увидимся. До следующей пятницы. Покор! Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...